Что смотреть, дедушка Андрей? Ничего себе! В эфире «Большие воскресные вести» в студии Игорь Кожевин. Здравствуйте! Упал с небольшой высоты. В Иркутской области разбился самолет Л-410. Есть выжившие. Подробности начинают появляться в эти минуты. Спасибо моему спутнику. Благодаря этому мы с вами сейчас разговариваем. Вакцина спасает от тяжелых случаев ковида. Приявитесь на экономии четвертой волны. Спасете себя, близких и страну. В этих итоговых вестях Дмитрий Киселев участие примет, но не из студии. До встречи в эфире. Я вернусь в следующий неделю. Москва и Минск делают самый решительный шаг на встречу друг другу за последние годы. Пожалуйте бриться. За нами не заржавеет. Еврокомиссия нервно курит в сторонке, наблюдая разницу в ценах на газ. Это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали, значит, рыночные цены образования на газ. Но для Европы есть хорошая новость. Достроен Северный поток-2. Чтобы обнулить все риски для российских производителей и европейских покупателей. Евгений Поддубный из Афганистана, где теперь акции женщин за талибов и новое правительство. Варентин Богданов из Штатов, которые свое бегство из Афганистана приурочили к годовщине страшных терактов. Интервью Эллы Памфиловой накануне выборов. Кто в них вмешивается? Сервер, добротно защищенный, находится в Калифорнии, в Соединенных Штатах. Деньги американские, исполнение украинское. CNN объясняет, почему провалилась провокация против россиян в Минске. Это представляло интерес для американской разведки. Зачем Байден так бьет по Зеленскому и чем утешает? Президент Байден четко обозначил. Ключка Минских соглашений больше не существует. К концу недели Зеленский заговорил о войне с Россией. Потенциал? Потенциал в этой теме есть. Отчаяние или глупость? Ну, шизофрения и по большому счету внешнеполитическое. Франция скорбит. И скучает. Вот его столик. Он приходил обычно с семьей в воскресенье, в обед. Ушел Бельмондо. Не чужой для нас актер. В Москве, например, на улице люди со мной заговаривают, дарят мне цветы. И я очень рад этому. Вы меня в своей душе. Я очень чувствителен. Да-да-да. Портон? В 90-е его никуда не отпустят. Этот трехэтажный особьяк с мансардой Анатолий Быков возвел на своем участке сравнительно недавно. Я всегда говорю, слушайте, где Быков и где ты. Эпоха бандитских разборок и малиновых пиджаков напомнила о себе приговором Анатолию Быкову. Руки у него не просто по локоти, а по плечам в крови. Понимает ли Быков, что эпоха ушла? До свидания. Ну и сначала срочную новостью ЧП под Иркутском. Около часа назад стало известно о жесткой посадке самолета Л-410. Продолжение следует...